Книга «Открытым оком», том 4, вопрос 1367. Тема «Разбор ответов Архимандрита Амбросия Юрасова». Книга 2, вопрос 71. «Может ли отсутствовать благодать Божия в сектантах именно от того, что у них нет общения с Матерью Божьей, со святыми, которых они отрицают?» Отвечает Амбросий Юрасов. «Помню, в Академии профессор Алексей Ильич Осипов проводил такое сравнение. Представьте себе роскошный царский зал. Накрыты столы, обильные яства, приглашают всех поесть бесплатно. Кто-то заходит, ест, радуется. «Да спаси Господи!» поварам говорит. А какая-то горстка людей у ворот остановилась, в зал не заходят. Их зовут «Заходите!» А они как не слышат. Вдруг увидели во дворе мусорные ящики, выброшены косточки с обрезками мяса, кусочки хлеба, картофельные очистки, скелеты от селедки. Собрались вместе и говорят «О, какая радость! Сколько тут всего! Живем, братва! Все есть!» К ним снова выходят, предлагают «Да нет же! Идите к нам! Здесь чистая еда, фрукты, вся благая!» А они «Да мы не ходим туда! Нам и здесь хорошо!» Пошли по улицам, набрали еще человек... А, не хотим. Благодарю. А они «Да мы не хотим туда! Нам и здесь хорошо!» Пошли по улицам, набрали еще человек пятьдесят, позвали к ящикам. Все сидят, что-то в мусоре ищут, роются, едят. Конечно, нельзя сказать, что там ничего нет. Какие-то крохи есть, вот и питаются они этими крохами. Так ведь это не означает, что они едят полноценную пищу. Есть какая-то малая радость в душах, но надо войти в двери церкви, вернуться под родительский кров православных храмов. Надо собраться с духом, признать свое заблуждение, покаяться в нем и быть настоящим православным христианином. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Это полный ответ без купюр. Я переписывался с профессором Осиповым и посылал ему свои материалы. Он нашел их весьма интересными и полезными. А это сказка для тех, кто слушает вас, Юрасов, и ничего не соображает в Священном Писании. Вам лишь бы властвовать над людьми через частную исповедь, которая людей немало не делает лучшими, если в душе нет Евангелия и Христа. А это у подавляющего большинства ваших прихожан и слушателей. Вам страшно выгодно держать людей в таком заблуждении. Вы поставили себя на место Христа, и это особенно ясно видно из этой сказки Осипова. Христос призывает на брачный пир к себе, а не к вам. Вот в этом-то вся суть. Вы совершенно сбились с толку и путаете людей своими сказочками и прибаутками. Христос хозяин этого пира и кормит он чистым евангельским учением, которого у вас никогда не было. В этой притче есть много того, что Осипов взял с натуры. Какими осетрами угощаются в кавычках святые отцы? Чаепитие в мытищах, крестный ход Репина. Как говорит Белинский, про кого у нас анекдот в России? Про попада, про попову дочку. Кто еще более оглупел от трусости и корысти? Прощите Пушкина сказку о попе и работнике его балде. Поп прячется, за попадьей корячится. Сколько выбрасывается недоеденного с архиерейских трапез. Машинами вывозят пустые бутылки с епархии города Новосибирска. Спившиеся попы, падающие на колени, просящие опохмириться во дворах прихожан. Если это перевести на духовное, согласно Осипову, то у мусорных ящиков стоит ваше паство, над которой вы измываетесь такими ответами. И вы сами питаетесь не с царского стола, а с того, что было испечено, написано в Византии к 1988 году от Рождества Христова. Сегодня эта ферропонтовщина по Достоевскому монолитно вписывается в разлагающийся полтруп России и не имеет никакого влияния на народ. Действительно, в этой сказке только то, что вы зовете сектантов, как истовы и старообрядцы. Переходите к нам. Вы зовете к тому, о чем нет ни слова в Библии, а значит, зато не будет спроса ни с одного сектанта, ни за Божью Матерь, ни за святых, лишь бы они их не хулили. У сектантов у каждого Библия чистая духовная пища, какой православные и не нюхали. Вся беда их в том, что их повара из Божьих продуктов варят им мерзкое варево, как дофам Авероны Кореи. Сектантам нужно к Библии добавить толкование святых отцов, чтобы у них было истинно рукоположенное священство и таинство. Все проблемы, о которых вы пишете в книгах, семейные, по работе, аборты, предохранения, пьянство, наркотики, у них отсутствуют, потому что у них есть Библия. И в нравственном отношении их паства не идет ни в какое сравнение с вашей. И все это только потому, что у них есть благодать призывающая и благодать обращающая. А беда в том, что нет благодати освящающей. А у православных беда в том, что они рвутся к недостижимой благодати освящающей, минуя благодать призывающую и благодать обращающую. По старому обычаю, не только те родные, кто нас родил и выненчил, помог шагнуть впервые, а все, кто в хворе выходил и в горе руку подал, не ищи славья прихоти блеснуть перед народом. Пускай, мол, наши милости увидит вся округа, приобретем болтливостью врага мы, а не друга. Кто из воды нас вытащит, считаем побратимом, и ту, что душу вылечит, зовем сестрой любимой. Веду я речи вот о чем. Живи не для утробы, а то умрешь без родичей и никого за гробом. Любить – это требовать, чтобы лучше любимая стала. Любить – это веровать во что бы ни стало. Любовь, не подслащиваясь словами, как патокой, Любовь настоящая, не любит поддакивать. А если за счастье содержаться опасливо, Котятами ластиться, друг друга умасливать, Все умник да умница, все ладно, все мило, Глядите, получится не счастье, а мыло. А. Марков – председатель Союза писателей СССР. Огонек, 40-й номер, 1966 год.